Друзья, здравствуйте! Как и обещала, видео о целогинах. И венец этого видео, моё прям достижение, это целогина аспирата. Это очень крупная целогина, самая крупная из всего рода, ну, наверное, и самая красивая. Вот такие вот цветы у неё, шикарные, с этой вот губой такой. И на цветоносе она даёт много цветков. У неё все цветки смотрят вверх, что очень красиво получается, общий внешний вид. У меня она цветёт первый раз, и два цветоноса. Первый вот распустился, а вот второй цветонос. Вот так он выходит. Вот, выходит как початок. Муравьи её облюбовали, что-то на сладкое выделяют, они это всё собирают. Не знаю, чем она им так понравилась. Вот первый раз, чтобы муравьи так ползали. Ну, они ж ничего плохого не делают, поэтому я с ними особо и не борюсь. Отцветёт, они не будут ползать. Ну, что сказать, красавица. Имеет аромат, приятный такой, не катрильный, но такой нежный достаточно. Красавица. А снизу у меня здесь, справа, пока только цветоноса, это целогеноксирексис. Ну, это вид спецеоза. Небольшое револьверное цветение, где-то на 4-5 цветков у меня получается. Ну, чем крупнее, тем больше револьверность будет. В это видео добавлю целогина уситана. Уситана у меня давно, она цветёт у меня постоянно. Но уситана относится к целогенам медленно растущим. Почему? Потому что она револьверная. Вот это всё остатки от бутонов. Она у меня цветёт около 2 лет с одного цветоноса. Но эти 2 года она доращивает рост. И может потихоньку ещё доращивать новый рост. Ну, чаще было у меня такой, мама цвела и ребёнок, который у неё уже будет дальше. Тут и отцвёвши. Поэтому её даже можно тяжело купить, потому что медленно растёт. Целогина Масанжана. Она имеет ещё второе название. Я чего-то забыла его. Она уже немножко отцветает. Это целогина, которая растёт очень быстро, разрастается, хорошо цветёт. Но тоже дама такая не мелкая. Вот такой у неё цветонос. Цветочки не особо крупные, но красивые. А пульверула, вот вспомнила я название. Тоже у неё красивая губа, но мелковатая. Ну и, конечно, тут у меня ещё такая звезда японская селекция. Это целогина Флаффи Боб. Многие её хотят купить. Мне просто повезло. Я купила её у Ольги в прошлом году. Она у меня хорошо наросла. Но с целогинами-то проблем нет. Они растут хорошо, быстро. И вот такой цветонос. Я её не фотографировала, потому что я увидела, что у японцев фотография, когда много цветов на цветоносе. Поэтому я думаю, что она держит цветочки долго. И можно её будет сделать красивое фото, где много цветков распущено. Она распускает один цветок, потом второй, третий, четвёртый ещё в бутоне. Ну, видно, ещё цветочков, может, пять будет. Я буду ловить цветение, чтобы этот ещё оставался в цветении. Ну, по максимуму никто нам будет держать. Вот целогин это красиво. Ну, молодцы, конечно, умеют делать. Здесь минеата в родителях. Вот такой лососевый цвет красивый. Тоже такая жемчужина. И здесь у меня целогина хаулитиана, по-моему. Если я не ошибаюсь, я сейчас попробую на бирку достать. Она уже приросла. Нет, достала. Да, хаулитиана, всё правильно. Она у меня растёт в три направления роста, в четыре даже. Но цветёт как-то вот на одну часть. Цветки такие парадные, красивые, белые. Цветки не крупные, но она берёт за её обилием цветов. Наверное, тоже цветёт она хорошо. Главное, чтобы у неё была масса. Масса куста, можно видеть. Эта часть у меня не цвела в этом году. Бульба хорошо растит. Если кому-то нужна делёнка, без проблем. Ну, вот такое вот цветение о целогинках. Всё-таки и они-то красавицы. Кому было интересно посмотреть. Пока-пока.